Здравствуйте! Рад приветствовать вас на уроке истории в пятом классе. Подготовьте тетрадь и учебник. Свою страну ее жители называли Элладой, а себя Эллинами. Эллада – родина демократии, это переводится как «власть народа», «олимпийских игр» и «театр». Мы зачитываемся их мифами про богов и героев. Скорее всего догадались, о каком государстве идет речь? Это цивилизация Древней Греции. Тема нашего урока – цивилизация Древней Греции, эллинизм, Олимпийские игры, культура и религия Древней Греции. Сегодня на уроке мы рассмотрим географическое положение и климатические условия Древней Греции, периодизация ее истории, саму цивилизацию Древней Греции, Олимпийские игры, ее культуру и религию. На юге Европы находится Балканский полуостров. В южной его части расположена Греция. Она омывается Средиземным морем, а на востоке – Эгейским морем. Северная часть Древней Греции окружена хребтами Балканских гор. Самыми высокими горными вершинами являются Олимп и Парнас. Среди гор располагались небольшие равнины с плодородной почвой. Восточное побережье Греции, омываемое Эгейским морем, очень изрезано. Узкие полуострова выступают далеко в море, а морские заливы врезаются глубоко в сушу и образуют бухты, удобные для стоянки судов. Климат Древней Греции был жарким и засушливым. Дожди шли крайне редко. В отличие от других южных государств зима в Греции была холодная, однако снег не выпадал. На территории Древней Греции было много горных долин, но земли, которые могли быть использованы в земледелии, встречались только в северной части. Термин «античность» происходит от латинского слова «антикус» – «древние». Им принято называть особый период развития Древней Греции и Рима, а также тех земель и народов, которые находились под их культурным влиянием. Античная Греция делилась на три части – материковую, островную и малоазийскую. Материковая Эллада состояла из Северной, Средней и Южной Греции. Северная Греция состояла из двух областей – Фессалии на востоке и Эпира на западе. К северу от Фессалии находилась Македония и Фракия. Их население, хотя и родственное грекам по языку и культуре, не принадлежало к числу эллинов. На границе Македонии и Фессалии находится Олимп – высочайшая гора Греции, на вершине которой, как считали греки, находились дворцы их богов, которых возглавлял Зевс – отец богов и людей. Из Фессалии через узкое Фермопильское ущелье дорога ввела в Среднюю Грецию, состоявшую тоже из нескольких областей, главными из которых были Аттика, ее центр Афины и Биотия – крупнейшим городом которой были Фивы. К западу от Биотии лежала Факида, на территории которой, в Дельфах, находился храм Аполлона с оракулом этого бога. Без прорицаний, которые давала жрица Аполлона Пифия, греки не начинали ни одно важное дело. Узкий коринфский перешеек Истон отделял Среднюю Грецию от Южной и Пелопоннеса. Пелопоннес – остров Пелопса, был назван в честь мифического героя внука самого Зевса. Наиболее значительной области Пелопоннеса – Лаконика, центром которой была знаменитая Спарта, Арголида с Аргасом и Элида, где в Олимпии находился храм Зевса со статуей этого бога, которая считалась одним из чудес света. И раз в четыре года проводились Олимпийские игры в честь верховного бога Элинов. Островная часть Греции состояла из множества больших малых островов, почти все они находились в Эгейском море. Самым крупным из них является Крит, как бы замыкающее Эгейское море с юга. Своеобразным мостом, связывающим два материка – Европу и Азию – является архипелаг Киклады между югом Балкан и западом Малой Азии. Вдоль Малоазийского побережья разбросаны острова другого архипелага, который называется Спарады. Западное побережье Малой Азии было колонизировано греками еще в конце второго тысячелетия до н.э., греческая Малая Азия делилась на Ионию и, находившуюся к северу от нее, Эолию. Наиболее крупным из малоазийских греческих городов был Милет. В исторической науке принято выделять следующие этапы истории Древней Греции. Эпоха древнейших ранних цивилизаций. Минойская цивилизация располагалась на острове Крит. Микенская цивилизация располагалась в материковой Греции. Полисный этап – самый большой и самый важный в истории Древней Греции. Основной формой государственного образования Греции этой эпохи становится Полис – город-государство. В полисный этап входит Гомеровский период. В это время в Греции практически не было письменных источников, поэтому Гомеровский период также нередко называют периодом темных веков. Архаический период – классический период. В это время жили величайшие умы того времени Платон и Аристотель. Именно поэтому он получил такое название. Эпоха эллинизма. Эллинизм – это время греко-восточного объединения. Эта эпоха начинается после завоевания Александра Македонского, которые проходили 334-324 годы до нашей эры. В конце первого века до нашей эры заканчивается история независимой Греции. В это время она входит в состав Римского государства. В древний Критно-Микенский период возникли первые в Европе цивилизации, относящиеся к Бронзовому веку. Минойская по имени критского царя Миноса на Крите и Микенская или Ахейская. Уже в эпоху Бронзового века на островах Егейского моря появились первые государства. Кнос, Микены, Теринф, Пилос. Но наиболее развитая, централизованная цивилизация возникла на острове Крит, где уже в третьем тысячелетии до нашей эры существовало развитое хозяйство и торговля. Столицей ее был город Кнос. Критяне успешно занимались сельским хозяйством. Они достигли большого мастерства в изготовлении бронзового оружия и золотых украшений в строительстве зданий и кораблей. Цари Крита создали сильный военный флот и стали властвовать на всем Егейском море. В результате извержения вулкана на острове Ферра большинство поселений на Крите погибло. Это произошло около 1450 года до нашей эры. Данная цивилизация окончательно погибла в результате вторжения племен ахейцев или мекенцев. Во второй половине 19 века археологи нашли на Крите развалины городов 3-2 тысячелетия до нашей эры с красивыми каменными домами. Были исследованы также развалины большого дворца, в котором насчитывалось 300 помещений. Этот дворец греки назвали лабиринтом. В греческих мифах он описывается как огромное здание, попав в которое, человек не может из него выбраться без посторонней помощи. В Средней Греции возникает ахейское или мекенское по названию наиболее известного центра царства знаменитого Агамемнона. Политического единства здесь не было никогда. Существовало несколько десятков городов. Археологи свидетельствуют о том, что еще в мекенские времена существовала мекенская крепость. Одна из самых мощных крепостей была у города Теринф, толщину насчитывающая до 17 метров. В центре каждого находился дворец Акрополь, система укреплений, крепость построенная на высоком месте. Во главе стоял царь Ванако. До наших дней дошли памятники культуры, в частности львиные ворота в Мекенах. Критомекенская цивилизация была первой созданной греками, которых Гомер именует ахейцами . Она погибла в конце 12-го в начале 11-го веков до н.э. под натиском дорийцев, пришедших с севера Балкан. И Греция оказалась отброшенной в своем развитии на целое тысячелетие назад. Темные века или Гомеровский период , народы Греции вновь оказались на стадии родового общества, так как дорийцы находились на стадии разложения первобытного общинного строя. Была запыта письменность, прекратилось каменное строительство, пришли в упадок ремесла. Гомеровский период назван так, потому что в долгое время основным источником для его изучения были поэмы Гомер «Илиада» и «Одиссея». Сейчас столь же важные значения приобрели результаты археологических раскопок, проводившихся со второй половины XIX века. О войнах, которые вели в то время, мы можем говорить благодаря знаменитым поэмам Гомео. В «Илиаде» описывается один из последних крупных военных конфликтов между городами этой цивилизации. Известно, что было создано объединение меккенских городов под руководством царя Агамемнона. И именно это объединение отправилось воевать под стены Трои. Исторический характер Троянской войны у современных историков сомнений не вызывает. Однако историки до сих пор спорят о том, когда имело место Троянская война. Называются самые разные даты, но большинство историков сходятся на том, что этот конфликт имел место во второй половине XIII века до н.э. В архаический период произошло становление полисной цивилизации в Греции. Появилась новая форма государства – полис, который обычно называют городом-государством. Всего в «Элладе» было несколько сотен таких государств – Афины, Каринф, Фивы, Билет и другие. Площадь некоторых из них измерялась десятками квадратных километров, но, несмотря на малые размеры, они являлись совершенно независимыми. Полис был рабовладельческим государством. За счет рабов свободные граждане полиса имели свободное время для развития физической и духовной культуры, занятий военной подготовкой для праздников и развлечений. В зависимости от особенностей своего устройства греческие полисы делились на демократические, аристократические и олигархические. В демократических власть принадлежала демосу, в аристократических – всей знати, в олигархических – узкому кругу лиц из числа той же аристократии. В любом полисе существовали народные собрания, совет и выборные должностные лица, но в демократическом все важные вопросы решались народным собранием, в котором участвовали все граждане, тогда как в аристократическом или олигархическом оно существовало только для вида и собиралось редко, только для одобрения того, что уже было решено теми, кому принадлежала власть. Примером демократического полиса были Афины – аристократического, позднее переродившегося в олигархический – Спарта. Самым крупным полисом были Афины. Город был расположен в Средней Аттике еще раньше. Во II тыс. до н.э. на западе Аттики греки построили крепость, которая называлась Акрополь. Во времена меккенской цивилизации вокруг нее начинают селиться люди. Так постепенно здесь возник город Афины. Граждане Афин делились на эвпатридов – рабовладельческая аристократия и демос – рядовое земледельческое население. Не являлись гражданами метеки – переселенцы из других полисов и рабы. Полисом управляли девять архонтов – высшие должностные лица из числа знати, избираемых сроком на один год. По окончании срока полномочий архонты становились членами Ареапага – орган управления в Афинах, осуществлявший высшие судебные и контролирующие функции. Архонтами и членами Ареапага могли быть только аристократы. Народное собрание в этот период особого значения не имело. Демос в управлении не участвовал. Пришедший к власти в Афинах Драконт ввел смертную казнь за многие правонарушения, даже такие мелкие, как кражи еды. Позже драконовский свод законов был существенно переработан архонтом Салоном, который провел реформы, простил долги и запретил обращать в рабство за долги. Все мужчины, уроженцы Аттики, были поделены на четыре разряда и стали называться гражданами Афинского государства. Дальнейшие реформы провел Архонт Клисфен в 509 г. до н.э. Аттика была разделена на 10 территориальных единиц. На смену кровнородственному принципу пришел территориальный принцип административного деления. Был образован совет 500, введен институт астракизма, так называемый суд черепков, форма тайного голосования, когда на черепке голосующий писал имя человека, подозреваемого в стремлении свержения демократии. Осужденный большинством голосов подвергался изгнанию сроком на 10 лет без конфискации имущества. Растущая потребность полиса в земле, сырье, рабочей силе способствовали великой греческой колонизации. Было основано около 300 колоний по берегам Средиземного и Черного морей. Направлениями колонизации были западная, южная и юго-восточная, северо-восточная. Последствиями колонизации стали развитие кораблестроения и мореплавания, торговли, улучшение положения трудового населения, рост значимости средних слоев населения. Государство Спарта образовалось на юго-востоке Пелопонеса, в области Лаконика. Основными занятиями мужчин-спартанцев было военное дело. Им запрещалось заниматься другим делом. Общество делилось на спартанцев, они обладали всеми правами. Перееки – коренное население Лаконики, которые сохранили личную свободу, но не принимали участие в управлении государством. Илотов – это были местные жители древней Спарты, покоренные спартанцами и ставшие государственными рабами. Систему госуправления в Спарте создал законодатель Ликург. Основным органом управления стало Народное собрание – Апелло, куда входили только мужчины-спартанцы. Собрание объявило войну, заключало мир, выбирало совет старейшин, который назывался Герусия, и двух царей. Греко-персидские войны. С 500-го по 449-е годы до н.э. Это военные конфликты между Ахименицкой Персией и греческими городами-государствами, отстаивавшими свою независимость. Самыми крупными сражениями были Марафонское сражение – 490-е годы н.э. Битва при Фермопилах, в которой царь Леонид и 300 спартанцев, а также 700 воинов из города Афеспия на некоторое время задержали врага. Решающей битвой было морское Соломинское сражение – 480-е годы н.э. В битве при Платеях объединенные войска эллинов разгромили армию Персов – 479-е годы н.э. В результате греко-персидских войн была остановлена территориальная экспансия империи Ахименидов. Греческая цивилизация вступила в полосу расцвета и своих высших культурных достижений. В начале V века до н.э. греко-персидские войны заканчиваются победой Греции. Военно-политические и экономические успехи способствовали возвышению и расцвету Афин, который становится великой морской державой. В этот период в Греции получают развитие новой формы государственного устройства – рабовладельческая демократия. Начинается новый подъем искусства, науки, философии, архитектуры. В этот период творили философы, такие как Сократ, Платон, Аристотель. Скульпторы – Фиди, Мирон, Прокситель. Комедиографы – Аристафан, Менандр. Трагики – Софокл, Эсхил, Еврипид. Историки – Геродот и Фукидит. Время наибольшего могущества Афин, Золотой век, падает на годы правления стратега Перикла. При нем был принят закон об оплате выборных должностей. Усовершенствована афинская система демократии, в управлении полисом могло принимать большинство граждан. Перестроен афинский Акрополь. Построены оборонительные сооружения, соединяющие Афины с морским портом Перей. В состав афинской державы в этот период входило около 250 полисов. В IV веке до н.э. начался кризис полисной системы управления. Эта проблема усугублялась войнами. На Балканах разразилась Пелопонесская война. В ходе войны полисы разделились на Афинский морской союз во главе с Афинами и Пелопонесский союз во главе со Спартой, ее союзник Персия. Победу одержала Спарта, что означало победу олигархии над демократией, которая установилась к этому времени в большинстве полисов. Возможности полисной системы управления были исчерпаны. Последний период истории Древней Греции называют эллинистическим. Он продолжался от деятельности Александра Македонского до завоевания римлян Египта. В середине IV века до н.э. заметно возвысилась Македония, север Балканского полуострова. Полисы стали переходить в подчинение македонского царя Филиппа II. Он реорганизовал армию. Конница состояла из нати, пехоты из пастухов и земледельцев, которая строилась в фаланге. В результате победы над греками в битве близ города Хиронея Филипп II создал греко-македонское государство 338 г. до н.э. Сын Филиппа II Александр Македонский, ученик Аристотеля, начал поход против персидского царя Дария III 334 г. н.э. В битве на реке Граник, разгромив персов, он открыл путь в Малую Азию. Далее были завоеваны Сатрапии – области персов. Малая Азия, Сирия, Финикия, Египет. В дельте Нила Александром был основан город Александрия, ставший крупнейшим городом Средиземноморья. По Нилу сюда везли из Египта хлеб и папирус из нуби, золото и слоновую кость. В этом городе были мощенные камнем улицы, театр, великолепные царские дворцы, гимназии и знаменитые Мусеон. В Мусеоне находилась обсерватория для наблюдения за небесными светилами и огромная библиотека, в которой были собраны около 700 тысяч рукописей, написанных на папирусе и пергаменте. В Александрии в III веке до нашей эры жили и писали научные труды. Знаменитый ученый Евклид приезжал сюда работать из Сицилии, греческий ученый Архимед. В битве при Гавгамеллах персидское царство перестало существовать. 331 год до н.э. Сдались Вавилон, Сузы, Персеполь. Затем Александр Македонский двинулся на Индию, одержав несколько побед, повернул назад в свою столицу Вавилон, где он и умер. И его империя была разделена его полководцами Диадохами на царство Египетское, Сирийское, Греко-Македонское. 323 год до н.э. В дальнейшем римляне превратили Македонию и Грецию в провинции своей державы. Греки любили заниматься спортом, поэтому в праздничные дни они часто устраивали спортивные состязания. Наиболее знаменитыми были игры в Олимпии, расположенные в долине Пелопоннеса, поэтому они назывались Олимпийскими. Впервые Олимпийские игры были проведены в 776 году до н.э. во время праздника Эллинов. С тех пор игры стали проводиться один раз в четыре года. Перед началом состязаний на горе Олимп зажигался священный огонь, который горел до окончания игры. Приехавшие со всех сторон света, атлеты состязались в пяти видах спорта – беге, прыжках, борьбе, метании диска и копья, кулачном бое. Победители награждались венками из ветвей оливкового дерева, их назвали олимпиониками. Олимпийские игры всегда посвящались богу Зевсу. Согласно преданию, их основателем является Геракл. В состязаниях могли участвовать все свободные греки, но женщинам запрещалось даже присутствовать на них. Олимпия была для греков священным местом. В центре ее стоял величественный храм, в котором находилась статуя Зевса, созданная Фиддием. На время игры запрещалась война между греческими полюсами. Всего было проведено 293 олимпиады. После того, как христианство стало официальной религией, игры стали рассматриваться как проявление язычества, и в 394 году на Ашере они были запрещены императором Феодосием I. Но с 1896 года эта традиция возобновилась. Объединяющую роль для всей древнегреческой культуры играла мифология. В них изображается жизнь богов, а также подвиги таких героев, как Геракл, Ахиллес, Тисей, Аякс и многих других. Древнейшими были божества, что воплощались силой природы. От Союза Геи, Земли и Урана Неба появились Титаны, старшим из которых был Океан, младшим Кронос. По мифологии Кронос решил отомстить своему отцу за то, что тот заточил его братьев Титанов в Тартаре, самой нижней части Ада. Пока Уран спал, Кронос нанес ему тяжелый удар и стал царем всех богов. Дети Кроноса, боги во главе с Зевсом в жестокой схватке с Титанами одержали победу и разделили мир. Считалось, что боги живут на одной из самых высоких гор на Олимпе, поэтому они назывались Олимпийским. Главным среди богов был Зевс, правивший всем миром. Наиболее почитаемыми были 12 богов. Это Посейдон, Аито, Аполлон, Афродита, Дионис. Помимо главных богов, греки почитали также нимф, сатиров и других мифологических существ, которые населяли весь окружающий мир. Богов греки представляли в виде бессмертных, могучих и красивых людей, но часто они бывают жестокими, своенравными и мстительными. Они наказывают тех, кто осмеливается нарушить их волю, поэтому люди боялись богов, строили в их честь храмы, приносили им жертву. Историки сходятся во мнении, что культурное мировое развитие было бы невозможно без того наследия, которое оставила нам Древняя Греция. Именно здесь были заложены те фундаментальные знания о мироздании, которым мы пользуемся сейчас. Первые философские понятия были сформулированы именно здесь, определив основу развития духовных ценностей всего человечества. Греческий философ Аристотель заложил основу представлений о материальном и нематериальном мире. Вклад в развитие истории внес известный греческий мыслитель Геродот, чьи труды были посвящены греко-персидским воинам. Вклад Пифагора и Архимеда в развитие математики невозможно переоценить. Любая наука и сфера искусства так или иначе связана с этим великим государством, будь то театр, литература, живопись или скульптура. Илиада, главное произведение, дошедшее до наших дней, очень ярко и красочно рассказывает о исторических событиях того периода. Отдельного внимания заслуживает греческий театр, который представлял собой открытую площадку с круглым сооружением для хора и сцен для артистов. Примечательно, что актеры скрывали свои лица под масками, которые делились на комические и трагические. Трепетно почитая своих богов, греки создавали их скульптуры и статуи, которые до сих пор удивляют своей красотой и совершенством. Особое место Древней Греции в мировой античной истории делает ее одним из самых загадочных и удивительных государств Древнего мира. Прародительница наук и искусства Греция по сей день приковывает к себе внимание всех, кто увлекается мировой историей. В завершении урока, если, конечно, вас заинтересовала тема, рекомендую посмотреть видео от сайта Arzamas под названием «Древняя Греция за 18 минут». Его вы можете найти в YouTube. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова